Добрый вечер! Мы продолжаем читать книгу Рава Уришерки «Хидуш Гадоль». Наша общая тема – это изучение Тора. И я прочитаю следующий отрывок, мы его обсудим. Ошибка в понимании… Ну, давар и хат, я думаю, что все-таки какой-то вещи, какого-то элемента в Торе, не то, что прямо одного слова в Торе сказывается. Моралис Праги задает вопрос о стихе «Заповедь Всевышнего Чиста просвещает глаза» Таилим 19.9. Почему не сказано во множественном числе «Заповеди Господни Чисты» просвещают глаза? Как, например, в стихе «Суды Господни истина» и объясняет Моралис Праги, что все заповеди, они, по сути, одна заповедь, разделенная на 613 деталей. Это подобно заповедям самим, которые также делятся на детали. Например, заповедь «Филин» одна, но в ней есть много деталей, таких как материал, из которого делают вот эти байты, коробочки, содержание отрывков из фрагментов из Торы, которые написаны там, время накладывания, тфилин и так далее. Все эти детали – это часть одной заповеди. И также все заповеди – это части одной общей заповеди Всевышнего. Дальше. Есть такая формула «Лешем и Худ». Это каббалисты, также хасиды, перед тем, как выполнить заповедь, они плюс к брахе говорят еще специальную формулу во имя соединения святого благословения Он и его шпины. И в сефардском молитвеннике. Там тоже это принято. Я думаю, хасиды это как бы взяли. Я не уверена. То есть это не только в носах, а резали, да, и вообще сефардский носок? Да. Насколько я знаю. Нет, а резали, сфард, это как бы… Он потому называется, видимо, сфард, что он приближен к сефардскому. Но это ашкенадский носок, да. В основном это, мне кажется, все-таки больше в сефардских седурах я встречала. Но опять я не самый большой специалист, но у меня просто так, в скобках, заметили, да. То есть это некий текст, он может быть коротким, может быть длинным, который говорит специальное намерение перед заповедью. И там есть такие слова. Вот я готов исполнить такую-то заповедь вместе со всеми 613 заповедями, заключенными в ней. Согласно этому Атура и Микша-эхат. А, вот эту строчку я не перевел. Интересно. Так, Микша-эхат. То есть согласно этому Тора монолитно, да, как-то так. Одно тело. Так, все, у меня улетело, сейчас я вернусь. Давай. Да, Лефизе Атура и Микша Ахат, да, то есть Тора это как бы едино, да, одно тело. Едино конгломерат. Я искал слово, тоже не очень. Очень хорошее. Тора едино. Ну, едино не очень, да, там. Едино конгломерат. Ну, там специально такое слово, это… Как это? Когда, короче, делали Крувим на крышке, да, и там было сказано, что вот эти Крувим, они должны быть Микша-эхат, да, вместе с этой крышкой, да, то есть едино. Не то, что они прикреплены к ней должны быть, они должны быть из одного куска вытесаны. Вот это вот называется Микша, по-моему. Да, это правильно, цельный кусок. Да. То есть она не составная, она монолитная. «Зе мазбир дивре Мишна» – это объясняет слова Мишны. Каждый, кто забывает что-то из изученного, уподобляется Торой тому, кто подвергает свою душу опасности. Почему? Потому что если он позволил себе забыть что-то из изученного, это знак, что он не видит Тору как монолит, но как множество деталей. И, само собой, он также забыл суть Торы, которая дана на горе Синай единым речением. И тогда, говорит Мишна, он как будто подвергает свою жизнь опасности или душу опасности. Вот это вот «Навшо» оно и так, и так можно переводить. «Рак, только берегись и береги свою душу очень, чтобы ты не забыл слова, которые видели глаза твои». Здесь, опять же, можно понять то, что видели глаза твои или слова, которые видели глаза твои. Если человек исполнил одну заповедь как должно, он исполнил все заповеди, потому что невозможно, чтобы одна заповедь не была связана с другими заповедями по-настоящему. Из этого следует, что если человек ошибается в одной заповеди, как будто он ошибся во всех заповедях. Например, если человек не понимает, что нужно говорить «Халлель в день независимости», это свидетельствует о проблеме в его понимании всей Торы. Это прямое из этого следствие. Вот такой серьезный отрывок мы почитали. То есть у нас Тора здесь предстает как фрактальная такая картина. Вся она была сказана единым речением, как мы это знаем, на горе Синай. На самом деле из этого было десять речений. Оно заключалось в одном, но десять речений представляли собой квинтэссенцию 613 заповедей. Каждые 613 заповедей делятся еще на множественные детали. В итоге получается такой фрактал, и если человек не исполняет или ошибается, или наносит ущерб какой-то одной детали, то он наносит ущерб всей картине сразу. Но при этом, если он исполняет одну заповедь, то он исполняет все. То есть в тот момент времени, как он исполнил или исполняет одну заповедь полностью, то он исполнил, получается, всю Тору, как здесь и сказано. Ну это да, но это очень сильное такое утверждение, правда? В смысле, в абстрактном, теоретическом это все как можно себе представить, как фрактал, как какую-то лазерную картину, которая там… Голографическое, да? Голографическое. Голографическое, чисто практически, трудно себе представить, что когда ты делаешь одну заповедь, например, такую мельчайшую, маленькую, неважно, то в ней как бы заключается все уже, все остальное. Это не может быть достаточно. Сделал Бритмила, ты уже все, и ты уже выполнил всю Тору. Понимаете, с точки зрения такой глобальной, космической, мазрительной, наверное, все верно совершенно. А вот практически человек может сказать, что, ну что, я уже Бритмила сделал, больше мне ничего не нужно, я уже всю Тору выполнил. Нет, но, как бы, имеется в виду, что в тот момент, да, когда он исполняет эту заповедь, да, но потом пришло время исполнить другую заповедь, да, и опять же, если он ее не исполнил, то нарушил всю Тору, опять же, да, то есть он не может сказать, что в одной заповеди достаточно. То есть он либо подключается вот к этой, как бы, через этот фрактал к целому, да, либо нет. Если не подключается, то он, опять же, не подключается ни к чему. То есть он все время должен двигаться именно по линии, которая является соблюдением заповеди, собственно, которая включает в себя все. Если ты куда-то с нее свернул, то уже ты не в линии, да, если я правильно поняла. По сути, все время требуется какое-то соблюдение, такое или другое, каких-то мелочей, которые, может быть, не, или подробности заповеди, которые сейчас ты не осознаешь, что ты их соблюдаешь, или ты не задумываешься даже об этом, что ты их не соблюдаешь, что каждый миг нарушаешь там что-то, или, наоборот, каждый миг соблюдаешь что-то. Ты где-то находишься, как бы, это какое-то такое пространство заповедей. Ну да, интересно, что еще есть тоже ряд высказываний, да, что человек не знает, как бы, награду за заповедь, да, и часто бывает, что какая-то там большая сложная заповедь, награда за нее незначительно, а за какую-то заповедь, которая выглядит незначительной в нашем мире, да, у нее, как бы, влияние, да, и награда очень большая. Поэтому человек не должен, как бы, разделять заповеди на важные и неважные, потому что он, как бы, не способен понять, да, как они отзываются, да, в влиянии на все мироздание. Мне кажется, вот это здесь тоже важно. Да, это важно, конечно. Но при этом Раф Шерки говорит, да, ну, как бы, в цитате «Изавод» там сказано «забыл», да, шохеах давараха на мишнато, но Раф Шерки говорит, ошибается, да, и при этом он, как бы, все это сводит в итоге к чтению халеля, да, что человек не знает. Читает или не читает аллель. Это как пример. Да, но здесь это, как бы, сводится к восприятию, да, что если он не читает, получается, аллель, то он Тор воспринимает как-то не так, да, чтобы не то, что он, там, аж ему было трудно, да, а именно вот он, как бы, считает эту заповедь важной или не считает эту заповедь важной? Да, да, воспринимает Тору неверно. Что-то забыл или что-то не понял, или в чем-то ошибся. Так, хорошо, есть какие-то вопросы, возражения, или мы двигаемся дальше? Тишина, наверное, все понятно, тогда пойдем дальше. Ну, это непростая тема, но, как бы, требует переваривания. Да, так вот, чтобы я читал, да. Адам лилу сакана шабалину. Опасность, которая есть в изучении. Человек без культуры и без образования в своей изначальной природе, он дикий человек. Пере Адам – это все-таки не осел. Пере Адам – это дикий человек. Я думаю. Это же специальный зверь такой у них был, Пере, да? Пере Адам – это как бы осел. Пере, да, это дикий осел. Но Пере – это дикость. Смотри, сейчас… Нет, это в современном стало. Сейчас посмотрю. После того, как в Танахе были вот эти выражения про Пере, да? В Танахе это же был конкретный зверь. Ну да, в нашем… В нашем языке это дикий, в современном. Это не осел. В общем, тут осел, как бы, по контексту, он не при чем. Ну, звучит, да, некорректно. Он опасен. Нет, не в этом дело. Просто так вот, если Пере Адам сегодня скажут, никто не будет вспоминать про то, что… Ну, где-то у него в ассоциативном, может быть, коже есть, что это осел. Ну, в общем-то, это… Имеется в виду, что он просто дикий. Дикарь такой, опасный дикарь, как раб говорит здесь. Ну, про детей, наверное, такое говорят, что Радам, что он такой дикий. Ну, про детей, нафиг. Бывают такие дети, да. И так же есть определенная опасность и в образовании. То есть мы сказали, что без образования идите. Но и в самом образовании тоже включена определенная опасность. В процессе изучения человек теряет что-то из естественности его детства. Поэтому он должен сделать синтезу, то есть, как по-русски это, произвести синтез между взрослостью и детскостью, инфантильностью. Сохранять в себе чистоту детства и при этом преодолеть инфантильность. Есть в этой инфантильности эгоизм, зависть и даже зло. Дети, с одной стороны, они очень милые, но он способен подраться со своим приятелем из-за шариков. Тогда как взрослый человек из-за этого мог бы посадить в тюрьму. И невозможно ожидать от ребенка взрослого поведения. Но, с другой стороны, в нем есть чистота, свежесть, прелесть определенная, и все это важно сохранить. И тогда, когда человек развивается в интеллектуальном смысле, следует ему сохранять прямоту и непосредственность. Которая была у него в детстве, скажем так. Не то, что приобрел в детстве, да. Хотя здесь сказано «кана» был, но тем не менее, с точки зрения логики, она у него естественная, она у него просто была. Поэтому я немножко затрудняюсь в переводе, как здесь надо понимать «кана». Кана – это, в принципе, конечно, приобретение. Но с точки зрения логики, которая у него была его достоянием, может быть, так надо понимать в детстве. Ну да, то есть, что оставить – это своим достоянием, не потерять. В этом плане, наверное, приобретение, да? Да, но занятно, что это как бы всегда кажется противоречащими, две вещи противоречащие. Одно отменяет другое. Когда мы взрослеем, мы набираемся ума, у нас появляется рефлексия, анализ собственных действий. И она в большой степени уничтожает это непосредственность. В общем, задача в какой-то смысле – это стремиться к тому, чтобы ее вернуть. И когда ты уже достиг какого-то уровня, на котором ты можешь трезво оценивать свои действия, это не так просто и взрослым людям тоже, на этом этапе важно вернуться в каком-то смысле в детство и возродить эти непосредственности чувств. В общем, мне кажется, такой же процесс происходит и в истории. В начале человечества оно было очень непосредственное, но при этом проблемное. Потом все время они грешили толпоклонством из-за этих непосредственных чувств своих. А потом, когда пришло время философии, анализа, талмуда и прочего, эта непосредственность постепенно исчезла. Это о том, что говорят наши мудрецы, когда рассказывают Медраж о том, как они молились, чтобы убрали у них стремление к толпоклонству. И увидели они огненного льва, который вышел из святой святых. В общем, это непосредственное горение, непосредственные чувства. Они на какое-то время были приглушены. Но когда-то они, мы надеемся, вернутся так же, как вернется пророчество. Эти две части человека будут жить вместе. Человечество. Да, но все-таки непонятно, что человек должен хранить. Ведь как раз сам он, развиваясь в юношеском возрасте, ему сложно как-то помнить о том, что он должен хранить. Он как раз готов все это растерять. Разве что он может вернуться потом к этому, почувствовать нехватку, как-то вновь обрести или попытаться обрести. Вот именно ребенку говорят, что ты должен сохранить свою непосредственность. Это очень странный призыв. Разве что его наставники каким-то образом могут его так профессионально развивать, чтобы в нем вот это вот дело сохранить, не утратить. Это может быть, да. Но и то, опять же, это непросто. Наверное, это непросто, да. И вот как бы, если говорить о воспитании, действительно, вот сейчас, как бы мать не коснулся другую сторону. В то время воспитание было очень жестким и твердым, и от детей требовали очень много. Не то, чтобы это всегда удавалось. То есть, когда русские репатрианты, например, в Израиле, светуют о том, что здесь слишком свободная система обучения. Кто хочешь учишь, не хочешь – не учишься. Нет таких обязательных предметов, которые в России. И это не только здесь, а во многих странах. На Западе все больше уходят в сторону свободного обучения. То есть, человек учится то, что ему хочется. Его меньше заставляют, меньше принуждают не только в учебе, но и просто в жизни. Балуют больше, гораздо. То есть, это как бы одно время очень сильно было. Детей дрессировали. И считалось необходимым полное подчинение родителям и учителям. Не говоря уже там про всякие корки и прочие дела. А сегодня как бы мы ушли немножко в другую сторону. И вопрос действительно не очевидный, насколько это отвечает этой задачей сохранения чистоты, свежести, и, как-то сказать, непосредственности, да, детской честности. И при этом все-таки усвоение взрослых норм поведения, ответственности. Открытый вопрос, мне кажется, сегодня. Ну, вообще, про вот эту тему маятника, да, Раф про нее много говорит, что и человек, и все человечество, оно развивается, да, как бы, чередуя вот эти вот крайности, да, при этом в поисках какой-то средней линии, которую только и можно найти, если проходя через вот эти крайности. И вот, да, сейчас Нахама сказала, что в воспитании, да, идет вот такое же колебание. Я вот об этом, например, не знал, да. Ну, как раз вот, может быть, действительно, что в целом, да, человечество, поскольку точно так же, как ребенок, да, не знает, что нужно, следует это сохранить, да, но, как бы, воспитатели, допустим, или какая-то там система воспитания, да, она в целом из поколения в поколение, да, проходя вот то такие, то там жесткие, то, наоборот, мягкие этапы, да, в итоге там что-то оставляет приобретенное в каждом этапе ценного, да, в итоге вырабатывая какой-то вот этот серединный путь, чтобы ничего не потерять, все ценное сохранить, возможно. Так, хорошо, тогда двинемся дальше, если нет вопросов. Так, ну вот с этим, как бы, текстом у меня на иврите проблема, вот, может быть, Нахама поможет, тут я, в общем-то, до конца не понял. Ну, каккотувник, это понятно, да, это человек, который говорит «каккотувник», так написано. Мы получили великое правило от наших учителей «два орлоны и паха и мет, митнэйш и лукатув». Ничто не становится истиной по причине того, что это написано, да, а вот это вот «элэ мишун шиадаварэ мэтк» у них там, то есть описывает то, что является истиной, да, но при этом ничто не становится истиной от того, что это записали. Это некий парадокс, да, получается? Нет, ну, вполне не парадокс. Он имеет в виду, что в том духе, что книги не горят, да, что истина, она не попадает, что она должна быть записана, а оказывается, в конечном итоге записана. При этом это не говорит нам, что все, что записано, любой текст, он однозначно истинный. Хотя у нас очень большое уважение к традиции, к священным текстам, ну, я не имею в виду священной тексти, к важным текстам, который, так сказать, наша традиция сохранила, но не все они стопроцентная истина. Это иногда и комментаторы между собой спорят и говорят, это полная глупость то, что он говорит, как можно было такое написать. Бывает же такое, да, поэтому, как бы, не нам решать, кто из них трат, но, возможно, кто-то где-то, я ошибался, когда писал. То есть не все, что записано истино, но все, что истино записано, так получается? Ну да. Мишум шадавар мягкий. У них так. Я думаю, так сказать. Потому что вещь, она истина, поэтому она оказалась истина. Да. Какая-то часть. А некоторые вещи могут оказаться записаны, но они не истины. В общем, есть тут парадокс. Я с тобой согласна. Это не так просто. Но главный вывод, по-моему, то, что Рав здесь делает. Поэтому ты должен понимать, что делают вещи истины. Чтобы понимать, как записали и что именно записали. Как вот это понять? Ну, каким образом это отражает истину, я думаю, записанное? Потому что, я думаю, тут еще надо внимательно прочесть то, что Рав говорит. Ты должен разбираться в истинности, как она формулируется и какое написанное имеет отношение к истине. И тогда, чтобы понимать, как человек что-то написал и что он конкретно написал. Потому что, на самом деле, общая проблема действительно чрезвычайно непростая. То, что называется экзегетик. То есть, проблема толкования текстов. Она существует и в толковании священных текстов, и она существует в толковании юридических текстов. И эта наука как же называется? Иногда я всегда ее забываю. Ладно. Потом. Герминевтика. Герминевтика, правильно. И всегда... Сегодня уже доходит до того, что как бы нет текста смысла, а то, что ты прочел, как бы он и смысл. Но это можно говорить, так сказать, о художественной терапии. А когда мы говорим о законах, то это дело гораздо более сложное. То есть идет речь о человеческой жизни, как правильно трактовать закон, в чем было намерение законодателя. Я имею в виду всякие уголовные кодексы и так далее. Поэтому, в частности, и наш кодекс религиозный, понимание идей и языка, на котором это написано, правильное понимание, имеет очень большое значение. А то, что человек... Одно и то же разные люди могут прочесть по-разному. И получается, что тот, кто, в общем-то, разбирается в истине... И это связано, между прочим, с тем, что мы говорили про единство Тарея. Тот, кто ощущает это единство, он понимает, что может быть здесь записано, а что не может быть записано. Тот, кто понимает, как устроенным, как Рамбов Маймонит мыслит и владеет материалом, он понимает, что может быть записано, написанным Рамбом, а что не может. Что он имел в виду, когда он написал. Иногда комментаторы очень сомневаются и очень спорят по поводу того, что он имел в виду. Но тот, кто как бы глубже понимает мысль Рамбама, Маймонита, тот ближе к истине, которую он там высказывает. Ну, мне кажется, так надо понимать. Очень здорово, да. Раскрыл вот эту тему. Я, когда переводил, так вообще почти ничего не понимал. Теперь уже, да, что-то проясняется. То есть получается, что все фактически, ну, можно сказать, сводится к балансу между письменной и устной торой. Да, если человек будет опираться только на то, что написано, да, при этом он будет упускать из виду то, что как это было записано, в каком контексте, что имелось в виду, что не записано, да, что говорится между строк, вот тогда он как бы большую часть информации теряет, да. И наоборот, да, нельзя как бы исключительно полагаться там на то, что недоверено бумаге, да, то, что там передается из уст в уста. Наверное, да. Наверное, да. Наверное. Наверное. Как котовник, он передает сразу, меня не нашла, да, тот, кто убирает, говорит, а вот так же написано. И когда действительно эта фраза, вот здесь же так написано, она целиком какая-то не основательная, потому что она выбирает всегда это написанное из контекста. Мы когда были на прошлом уроке по источникам, да, это как раз то, что Дима сказал в прошлый раз по поводу того, как выступают тем, кто не хочет принимать семь заповедей и так далее. Это контекст определенный той главы, в которой Рамбом это писал. И почему он написал там одно, а в другом месте немного другое, это отражает ситуацию описанную. И на самом деле, надо сказать, что Толмуд, он очень много занимается тем, что он пытается уточнить до последней подробности контекст, в котором проведен какой-то закон или какое-то высказывание подрецов Мишны или Брайта и так далее. Что имелось конкретно там в виду? Какая ситуация? Потому что вещь не во всех ситуациях она применима, она применила в определенных ситуациях. И там она является истинной. А если ты ее пытаешься запихать в другую ситуацию, она будет ложной. Интересно, что я недавно слушал урок, и там говорилось, что вот это понятие эмет, которым здесь оперируют трав, что на самом деле истина. Это его неправильный перевод. Потому что мы знаем, что эмет – это качество Якова, а Яков, он как раз не говорил всей правды, хитрил. То есть тут как бы есть парадокс, что в Кабале считается, что эмет – это Яков. И ответ такой, что на самом деле эмет – это баланс между замыслом и проявлением. И тогда получается, что как раз вот с одной стороны мы не можем 100% знать, что имел в виду автор, но и не можем, как полагаться, только на свое восприятие вот этого текста, как принято сейчас. И поэтому получается, что вот то, что называется эмет – это должен быть какой-то баланс между письменной и устной торой. Тогда вот будет как раз эмет, тогда будет истина. Потому что, ну, чтобы не скатиться в какой-то другой перекос, как Катух. Так написано и все. С чего ты взял, что ты правильно понял, как написано? То есть нужен как раз вот этот баланс, который называется эмет. Ну, насчет Якова, я не на 100% уверена, что перевод неверный. И что можно сказать, это соображение приводит. Но дело в том, что, ну, обычно так, это одно из объяснений, конечно, не все. Что наши прадцы, им приходится испытывать, проходить испытания им именно в том свойстве, которое для них характерно. То есть Абраам, который был Хесед, ему приходится принадлежать сердце своего сына. Ну, и, соответственно, можно про Исхаку сказать, что, так сказать, ему приходится преодолеть свою, как бы, гбуру и молиться вместе с женой. И в других случаях тоже. И вот Якову человек, по сути-то, он человек истинный, но ему приходится все время испытывать эту истину на прочность. То есть иногда действовать не всегда в 100% в соответствии с ней. Но это непростая такая задача. То есть это, может быть, и с ответственностью к идее баланса. Проходит в проложной области, да, что, как бы, как это называется, трафарет, да, что в поисках истины он находится на обратной стороне, чтобы эту истину, как бы, найти. Да, да, может быть, это и имеется в виду и баланс. Но этот баланс ко всем свойствам подходит. Это можно про всех, как бы, личностей. Всех, кто там участвует в дерево сфероте, а какие-то олицетворяют свойства, все они проходят испытания в определенном, именно в том свойстве, которое характерно для них. Но это отдельная тема. На самом деле, идея о том, что вот для того, чтобы... Тут немножко другое, да. Сказано, как записали и что записали. То есть для того, чтобы осознать истину, это не просто интуитивное или общее представление о том, что написано, а требуется более глубокое проникновение в контексте. Ну, можно назвать это устной тарой. Может быть. Ну, мы вообще говорим не об устной таре и письменной, а вообще о том, что написано. Имеется в виду, наверное, не только тара, и медраши, и кодексы, и так далее. К ним вот еще в большей степени, возможно, относятся, потому что медраши иногда бывают абсолютно неверно интерпретированы. Там большая свобода интерпретации, поскольку они говорят таким образным языком. И надо понимать, что имел в виду автор. Да, здорово, как мы раскрыли такой непростой, хотя маленький отрывочек. Я думаю, что это важно. Потому что на самом деле всегда, когда ты что-то переводишь или что-то читаешь, возникает сомнение, правильно ли ты понимаешь. И, в частности, вот некоторые там отрывки из Рамбама, которые мы учили, любому учить. Я как раз посматривала его комментарии, на него там Равады и даже Мишны, по-моему. И они видят совершенно по-разному, что хотел сказать Рамбама. Ну, в частности, просто я упоминаю про наше занятие, которое мы на следующей неделе, наверное, будет. Вот, где истина не всегда очевидна. Пойдем дальше. Отец должен обучиться в санитаре. Но я буду тоже санитарно переводить, если следите по русскому тексту, может я что-нибудь ошибусь. Главная заповедь обучения, изучения тару... Вроде бы как не дочитали, остановились. Поэтому ты должен... Наверное, мы дочитали. Равшлова Пениамин Ашлаг называл как готовниками тех, кто отвечал на вопрос, потому что так написано. Дочитали, это вот конец когда-то. Но я извиняюсь, что перебил. Я думаю, что тут вся суть как раз заключена. Но я извиняюсь. И главная заповедь изучения тары, это состоит в том, что отец должен научить своего сына. И как мы читаем в отрывке, которые мы упоминаем в молитве Ишнау, из книги дворим. И научите их сыновей ваших. Из этого Талмуд делает вывод, что поскольку сказано сыновей, а не дочерей, что заповедь учить сыновей, и соответственно эта заповедь лежит на отце, а не на матери. Но это уже, это я в скобку замечаю. Человек должен обучить своего сына. Задним числом, постфактум, эти ученики называются сыновья. Но это более позднее постановление. В древние времена человек изучал Таро своего отца. Но если отец не учит его, ему неотково было учиться. А, не сыновья, а мальчиков, наверное, имеется в виду. Почему? Где мальчик? А, иначе смысла никакого нет. Ну, научите своих сыновей. Раньше это были сыновья, а теперь это сыновья. Как бы логики нет. Теперь это говорится о том, что нужно учить мальчиков Таре. Правильно? Но раньше эта заповедь была прямой заповедью. Что отец, именно отец должен был учить своего сына. Поскольку, если он его не обучал, то некому было его научить. Не было школ, не было там мутера и так далее. Так я понимаю, что здесь сказано. Ну да, то есть, Таре сказано, обучи своего сына. А потом такой уже драшевый возник комментарий, что тот, кого ты обучил, это твой сын. Там ученик равно сын. Это разные аспекты получения Тары и так далее. Ну, вот как бы другого понятия. То есть, главный, основной Тару человек получал от отца. Как бы какая-то система обучения, это уже более поздние институты. Ну да, ну да. Поэтому, на самом деле, мне кажется, здесь хочется подчеркнуть важность такого передачи от поколения к поколению. Потому что, если ее не будет, вся цепочка зарабилась. Да, да, об этом Раф много говорит. Ну, здесь вроде все понятно, да? Нет вопросов? Так, хорошо. Тогда я почитаю следующий, тоже непростой, интересный отрывок. Симан Шену Адата Леумода Арбетура. Знак, что твое предназначение – учить много Торы. Если ты учил много Торы, не приписывай себе это в заслугу, потому что для этого ты создан. Перкеа Вод 2.8. Если Адам учит много Торы, это знак, что именно он, а не другой, для этого создан. У каждого в этом мире есть предназначение. Другой человек не учит много Торы по простой причине, потому что он не для этого создан. И это понимание уменьшает гордость человека. По большому счету он сделал то, для чего он создан. Каждый должен учить Тору, однако не каждый предназначен для того, чтобы много учить Тору. И все, что человек делает много, это знак того, что это относится к корню его души, поскольку есть у него к этому личная жажда. Но здесь, на самом деле, по-разному можно понимать это высказывание из Киркиа Вод. Я вначале переписал найденный перевод, потом оказалось, что Рам говорит совсем о другом. Что он тут концентрируется на том, что много Торы. Человек учит много Торы, и это его натура к этому подвигает. Это знак того, что он для этого создан. Это относится к корню его души, что он к этому предназначен. А другой, допустим, предназначен для чего-то другого. Это значит, это его корень души. Это Рабьё Хан Бензакай сказал. Ну, да, наверное, я не сказал. Что значит, это понимание уменьшает гордость человека. Ведь если человек чувствует, что его тянет изучить много Торы, и он понимает, что таково его предназначение. Но это же хорошее предназначение. Он может начать гордиться, что вот у меня такой высокий корень души, и меня тянет заниматься только Торой, и поэтому я буду этим заниматься. Но здесь же говорится наоборот, что он из этого должен сделать вывод, не приписывать это себе и не гордиться. Мне кажется, что это естественно, что это уменьшает гордость человека. Ты создан для определенной цели. Ты делаешь то, для чего ты предназначен. Это не то, что ты, как сказать, даже трудно сказать, что ты можешь себе приписывать в заслугу, потому что ничего особенного не сделал. Вот я такой большой Талмит Ха-Хам. Да, но тебя как бы на эту должность назначили, и ты это сделал. Хорошо, молодец. Понимаешь, что я хочу сказать? Я не очень хорошо могу сформулировать в данный момент. В том плане, что тот, кто учит много, он не учит больше какой-то нормы. Он учит много, потому что у него норма такая, он к этому предназначен. Да, как бы я там... Да, вот если как бы... Чего гордиться, например, кто-то, у кого длинные ноги, и он моложе за меня на 40 лет, что он бежит быстрее меня. Чего-то, чем был гордиться. Но я действительно, я старая, я медленная, у меня ноги короткие. Я бегаю медленно. Да. Так, хорошо, мы сегодня в основном вдвоем с Нахам и беседуем. Никто не задает вопросов, не возражая. Ну, куда ты девался? Куда ты Гриша девался? Да, Гриша не пришел. А что, у него все в порядке, не знаешь? Надеюсь. А это снова у нас есть продолжение Робан Йокуна Бензакази. Сказал им, идите, посмотрите, какая правильная дорога, чтобы человек прилепился к ней. Это продолжение Мишны Абулки, получения практики. Если ты хочешь заниматься совершенствованием своих свойств или важными, базовыми вопросами, ты не можешь выяснить это только находясь в доме учения, в предметраж. Ты должен выйти наружу. И что ты найдешь снаружи? Ты увидишь там людей. И через эту встречу с людьми узнаешь, как правильно себя вести. А моральное поведение вытекает в большой степени из коллективного человеческого опыта. И не только из принципов. В наши дни качество Ешивы находится в опасности, поскольку ученики учатся в... Ну, не меет это. Они живут в интернате, собственно. Они возвращаются... Это я уже в скобках. Возвращаются домой раз в две недели. Они находятся в одном месте, собраны в одном месте, и учат всю Тору, и Талмуд, и закон о вере, постановление, и веру, и кабалу, и учение мусар. И в своем учении молодой человек Махура Ишива, то есть ученик Ишивы, он уже набрал очень много знаний, что даже позволяет ему, может быть, быть назначенным судьей или рабом общины. Продвинь, пожалуйста. Итак, в первый раз в жизни он встречается с проблемой в своем браке и со сложностями воспитания детей. и с заработка, и так далее. Но он не знает, что сказать, что ответить, когда к нему обращаются, и какие советы дать людям, поскольку в Ишиве вообще они не решали подобные вопросы. И такое обучение в Ишиве, в интернате, это некая новость, которая возникла в нашей дни. В предыдущих поколениях ученики Ишивы, они жили среди семей. Они ночевали у них дома и кормились вместе с ними. И были замешаны во всякие вопросы, домашние вопросы хозяев, в котором они жили. И ученики Ишивы... Свидетелем, наверное, да? Они были свидетелями всяким тяжелым положением в смысле заработка и вопросов сохранения мира в семье и воспитания детей, воспитания проблемами здоровья и так далее. И так, когда он вырастал в Таре, он также знал, как Тара связана с... Я не вижу. Извини, у меня маленький экран. Это вот такой резкий выпад против современной системы образования Виши со стороны РАО. Не знаю, что сказать. Ну, получается, тогда раньше община была отгорожена от реальности, от реальности, в которой жили другие народы. Например, внутри общины евреи как учились, так и жили общественной, семейной жизнью. А теперь, получается, чтобы отгородиться, придумали вот такую систему, как вот эта Ешива-Панемия, Ешива-Интернат, где там просто человек сконцентрирован исключительно на учебе, не знает жителей. Я просто небольшой специалист, но я думаю, что так оно и было, что большие Ешивы, у них не было вот этой... и у них не было общежитий, как сегодня. И действительно, эти ученики Ешивы, они разбущались в деревне или в городе, среди прихожан они жили. То есть ученик Воложинской Ешивы мог быть не из Воложины, он мог приехать из другого места. Но там богатые или среднего достатка люди брали как бы их на содержание. Они их кормили, и у них жили эти ученики Ешивы. Они не были отверганы от этой самой общины. То есть они как бы все время меряли перед глазами жизнь реальную. А вообще, ты утверждаешь, что сегодня здесь нет... У нас ситуация не такова, и дети немного оторваны от семьи, от реальной жизни общины. Может быть, я не знаю. Они все-таки приходят домой, там раз в две недели, но это, конечно, не совсем то. И им как бы, да, учись, 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 учись. Они не знают, что... Почем фунт лихий. Не знаю, не могу сказать. По-разному, я думаю. Интересно, что произошло в мире в целом, что люди стали вот так вот... То ли появилась возможность строить вот эти интернаты, гостиницы, то ли стали воспринимать мир более враждебным, что стали стараться учеников Ешиев отгородить от этого? Не знаю. Я не знаю. Стали стараться из евреев сделать роботов. Я не знаю. Так сложилось. Я думаю, что Рафшерки... 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 Александр? Да. Да я пытаюсь тут пять копеек вставить, но не получается. Что-то плохо слышно, по-видимому. Да-да, просто я вас слышу. Слышно, слышно, говорите. Я просто думаю, мне так кажется. Я на еврите еще эту книжку не читал, ни сорать не переводил. Но все, что я несколько уроков от вас слышу, я слышу, что Рафшерки пытается разговаривать с нами совсем с другого уровня. Не с уровня того, как учить Аллаху, а с уровня, как остаться человеком и при этом верить в Орца, соблюдать заповеди, и как человеком остаться. Это же не просто так он написал, фразу там вставил, что отец тебя должен учить, Таре. А мы это раз и проехали быстренько. А дальше там до этого была фраза такая. Да ты должен понять. Здесь ты. Это к человеку. Это не изучение Аллахии, и которые там 25 тысяч комментариев. Это не изучение Тары, где есть 100 тысяч комментариев. Это отец тебе должен передать Тару, которую он чувствует как человек. А мы все валим-валим быстрее. Мы все приводим. Даже Рафшерки все эти занятия приводятся к одному. Как учить Талмуд? Ну, пиль-пуль сплошной вы из него делаете. А он про человека говорит. И каждая фраза, я могу вам любую, откройте, я вам покажу, где он говорит, будьте людьми. И ссылки дает даже. Но мы любим тренировать наши мозги. Ну, только, Александр... Это проще. Я не думаю. Все, я совершенно с вами согласна. Это я знаю. Это я понимаю. Я совершенно с вами согласна. Но вопрос в том... Александр... Да, я слушаю. Я внимательно слушаю. Я совершенно согласна. Но дело в том, что я считаю, что вот этот подход, он годится и к изучению Талмуда тоже. Талмуд — это не мертвая пуль, которую вы говорили. Это тоже... К нему относится этот вопрос истинный. Что написано, как написано, для чего написано. Если ты относишься к этому чисто формальному изучению, заучить определенные параграфы Шульхана Руха и комментарии к ним, это у него у тебя все выскакивает, как это самое, как в автомате от Капитера, это не совсем то, что он как раз хочет сказать. А что именно изучение той же самой Галахи должно исходить из того же самого принципа. Так, мне кажется. Вот меня как-то один раз, уважаемый, я не буду его имя происходить, он говорит, слушай, поговори с моим сыном. Он уже года три в Ешиве учится и так далее. Разберись с ним, пожалуйста, одну страничку из Талмуда. То, что они проходили в школе и то, что ты видишь. И вот я сидел с ним часа три. И я понял, что из них делают просто роботов абсолютно тупых, так, чтобы, не дай бог, в нем что-то не возникло. Все, я сказал, я больше не могу, у меня нету здоровья, сколько бы ты мне не платил, я больше не буду. Как мы устроены. Вот, например, тут несколько дней назад был урок или пару дней назад, где про белую книжку, про Берешит с белым комментарием. Вы посмотрите, сколько эмоций было выброшено. А что, в общем-то, человек предложил? Он говорит, слушайте, вы, конечно, русские люди, но есть еврейские имена, давайте к ним приучать вас. Я не стал говорить, что просто человек, который возражает, не знаком с христианской религией совсем, с богослови. Там миллионы имен и очень глубоко все. Но даже когда мы попытались один шаг сделать в эту сторону, мы сами набрасываемся на своих же. Если бы не арабы, мы бы уже друг друга перегрызли. Люди не у нас в Канаде. Александр, давайте не будем далеко уходить. Давайте не будем. Я извиняюсь, что влез. Прошу прощения. Сначала все понятно, я очень понимаю ваше. А потом куда-то мы уходим уже очень далеко, что просто не по теме. Это вам кажется, что не по теме. Так же, как Натану кажется, что Ашем на русском нельзя писать. Вот мой отец, его писали львом. А он не рыбал, ему не давали. Смотрите, это очень субъективная вещь. Мне тоже это режет глаз. А Шем это виноват. Почему тут виноват? Есть определенная традиция восприятия в русском языке. Я вообще не читаю на русском. Поэтому меня это не особо беспокоит. Я не читаю эту книгу. Мы с вами читаем на иврите, нас это не беспокоит. А каким образом и к чему приучать, это вопрос совершенно неоднозначный. Я не думаю, что здесь нам нужно вообще его муссировать. Это не очень связано с тем, как... Написали люди кто-то спасибо, они сделали хорошее дело. Люди сделали спасибо, выразили свою мысль, спасибо им. Они могли написать стандартно, как Пиль, как Гиль. Даже Рафаэль Дирш и тот писал несколько именами разными. Но не употреблял Бог. А он не был идиотом. По-моему, Александр Львович замечательно подытожил общую канву всех отрывков, которые сегодня учили. И про то, что нужно непосредственность детскую оставить. И про то, что отец обучает своего сына, а не так, как сын живет в интернате. И какие-то сухие, оторванные от жизни вещи учи. То есть оставаться человеком, подключаться к жизни. Хибур Эля Хаим, как здесь написано. То есть это основная тема, которую Раф Шерки хочет донести до своих учеников, с которыми он говорит простыми современными словами. Так, я думаю, мы сегодня еще один отрывочек сможем разобрать. Давай, давай. Так, тогда я читаю. Лимуд га Туран, амур льет каль. Изучение Торы должно быть простым. Хави Шакуд Лиламод Тора. Будь, ну и вот здесь вот это слово, Шакуд, погруженным в изучение Торы. Пирке Авод 2.14. Ма Мехадешет Лануа Мишна. Что нового нам говорит эта Мишна? Гареев Шар Гаялумар. Ведь можно было просто сказать, изучай Тору. Но и в этом не было бы ничего нового, потому что и так есть такая заповедь, изучение Тора. Если бы имелось в виду, что нужно быть усердным в изучении Тора, тогда было бы сказано по-другому. Будь Шакед, будь усердным. А здесь сказано, будь Шакуд. Шакуд – это как бы вот это некое свойство усердия, оно уже встроено в человека, что он естественным образом учит вместе с этим свойством, то есть усердно. А что будь усердным – это значит, что нужно прилагать какое-то дополнительное усилие. Да, вот здесь чисто такая языковая вещь. Я правильно ее понял, Нахам? Да-да-да. Дальше разъясняйте. Да, тогда пойдем дальше. Если так, то почему здесь акцент на этом слове Шакуд, погруженный. Что таким образом учеба становится частью меня и становится легкой. Ама-тара и ля-геляма-цавши-боли-муд-хату-ра ши-гу-ахэн-каше. Квар-ло-и-е-каше. Цель в том, чтобы достичь состояния, когда изучение Торы, которое действительно трудное, чтобы оно перестало быть трудным. Есть люди, которые заблуждаются в том, что придают значение, оценивают изучение Торы по мере трудности обучения. Если тебе не трудно, значит, ты не учился на самом деле. Это высказывание проблемное. Поскольку от меня требуется объединиться. Здесь это слово выделено жирным. От меня требуется объединиться, соединиться с содержанием шегу ло-мама-шели, которое не является мной. То есть для меня является чуждым. «Ва-им халимут каше ешбезеп хина месуемет шель хилуляшем». Вот так вот жёстко. То есть от меня требуется присоединиться к содержанию Торы, но если объединиться с ним, буквально стать одним. И если для меня это изучение сложное, это знак того, что это содержание для меня чуждо. А в том, что я ощущаю это содержание Торы для себя чуждым, в этом есть хилуляшем. То есть я этим вношу какое-то разделение, отделяюсь от Тора. Тут факт, что мне приходится преодолевать себя, чтобы с ней соединиться. И поэтому говорит Рамбам в Муреннавухим «Шиаф аль пи шиа Тора ийна тивид». Что несмотря на то, что Тора неестественна, «Ешламаво бэиньян хативи». В ней есть как бы предисловие или путь к естественному. Как-то так, мне кажется, можно перевести. Да, да. И почему это так? «Кидэше нуха лит яхэс элеак хэлек ме адсмью тэйну». Для того, чтобы мы смогли относиться к ней, наверное, к Торе, как к части своей собственной сущности. «Шэйм локэн зэхилу ляшэм». А если это не так, то это осквернение имени. «Хаяв льётехуд баулам бэйн хатура ле мэкаблейха». Должно быть единение в мире между Торой и получающими её. «Хаевит лисрор гармония». Должна воцариться гармония. Вот такой интересный момент, да, что есть такое мнение, что Тору учить сложно. Ну, понятно, что её учить сложно, да, но при этом люди оценивают качество изучения по трудностям, да, что если тебе легко, значит, ты не учишься на самом деле. Да, но Раф Ширке говорит, смотрит с другой стороны, да, что если тебе трудно учить, это значит, что в Торе для тебя есть что-то чуждое тебе, вот, и тогда у тебя уже есть проблема, да, что раз ты преодолеваешь, то значит Тора тебе чужда, да, и в этом есть что-то не то. Да, но он не говорит, какой может быть выход из такой ситуации. Допустим, мне тяжело. Я не должен учить. Или я должен что-то себе изменить, чтобы мне стало легче. Или я должен найти какой-то новый взгляд на неё. Это мне, как бы, я дальше не читала, я не знаю, что дальше. Будет дальше какое-то решение этого вопроса, или это вот он так. И человек нам сказал, вот если тебе тяжело, в этом есть проблема. Ну и что я дальше должен с этим делать? Не знаю, на этом отрывок заканчивается. Вопрос хороший. Да, да. Останемся с вопросом. Оставаться с вопросом это вообще очень полезно. Может быть, на этом тогда остановимся? Я думаю, да. Да, если нет больше вопросов и добавлений. Ну, отлично. Мне кажется, мы сегодня замечательно позанимались. Да, когда я готовился, мне что-то казалось слишком простым, а что-то казалось совсем непонятным. Вот. Но благодаря совместному изучению, мне кажется, мы много интересного сегодня открыли, для себя почерпнули. Спасибо, Нахама. Спасибо всем. Да, большое вам спасибо. Спасибо. Спасибо, Андрей. Спасибо. И до новых встреч. До свидания. До свидания.